Принесли на реставрацию такую вот бритву. Я обычно за подобные уже не берусь давно. Иногда по старому знакомству, скажем так, делаю. Ну и вот решил взяться. Бритва торговая марка Kukri. Торговая марка принадлежала такому немецкому производителю как Gebruder MD. Довольно известна была в свои годы. Фирма у него работала примерно с начала 20 века в Золингене, Германия. 1905-1910 по разным данным и вплоть до 70-х годов 20 века. Более известные торговые марки, которые вы можете знать, это Kobar, например. Ну еще там парочка чуть менее известных. Ну вот Kukri тоже они такие были. Бритва после сильной точки, сильного регринда. Я вот чуть выше сейчас ставлю. Просто пример такой же точно 801 модели, которая, ну вот как можно видеть на картинке, там и гравировка сохранилась. Вот не вариант, что на этой бритве была гравировка. Просто такие тоже выпускали и ширина была примерно такая. То есть здесь потеряно где-то две трети до половины может быть. Ну скорее где-то две трети бритвы. Ой, нет, неправильно говорю. Одна треть. Одна треть бритвы потеряно. Вот тут можно видеть на облаке тоже когда-то был резной узор. Ну вот когда на станке человек ее пытался чистить, убирать фаски. Вот от узора почти ничего не оставил. Но зато в принципе сталь он не отжег. Я не знаю каким чудом это было сделано. Но фаска очень тоненькая, заточена бритва с одним слоем изоленты. Полностью готова к бритью. Вот я тут немножко только подпилил пятку, потому что уж сильно вниз выдавалось. Подровнял, чтобы более аккуратно, более красиво выглядело. После всех этих операций бритва имеет выборку теперь ну где-то на четверть. Вот хотя в оригинале здесь половинная выборка была. Вот скругленный носик, скругленная пяточка. Все скруглил, чтобы при бритве не резались. Ну и сама модель как можно видеть на клейме 801 модельный ряд в каталоге скорее всего был. Ну и надпись гарантии зоны. Бритва была в ужасном состоянии. У меня фото до не сохранилось. Я обычно их не делаю. Но я считаю, что удалось спасти более-менее. Потому что тут было все очень печально. Сейчас все почищено. На полотно нанесен легкий сатин аккуратный. Следы времени конечно кое-где остались местами. Но ничего такого критичного. Если аккуратно ухаживать, то все будет в порядке. Ручка осталась оригинальная. Заменен лишь верхний пин. Верхний пин поставил из них Зильбера вместе с шайбочкой. В принципе аналог нижнего. Нижний пин оригинальный клинышек. Здесь пластиковый белый. Ручку почистил. Тут тоже есть как бы моменты по ней некоторые. Но это именно уже старость. Ничего с ними особо не сделать. Внутри все вычистил. Полностью зубчики. Верхние, нижние все идеально чисто. Здесь тоже почистил. Ну в общем привел в полный порядок. В комплекте еще футлярчик был. Футляр скорее всего не оригинальный. Мы его так тоже подклеили. Немножечко вскрыли. Как бы ну легкую реставрацию провели. Он полностью целый. Для охранения транспортировки вполне годится. Но скорее всего не родной. В нем просто универсальные надписи. Зорлинговая гарантия. Вот. Без обозначения производителя или модели. Вот. Бритва правится легко. Я не помню. У вас там по-моему не подвесной ремень, а борт. Я еще тогда давно борда делал. Кожа на досточке. Вот. На такой досточке в принципе тоже эту бритву будет легко править. Заточена как обычная прямая бритва с небольшими, маленькими скруглениями к носику и к пяточке. Вот. Поэтому никаких проблем с правкой у вас возникнуть не должно. Ну у того, кто будет ее пользоваться. Так. Ну тесты в принципе мягко проходят. Вот. Хотя в оригинале скорее всего эта бритва потверже была. После любых операций на станках огромная вероятность, что отжигается металл. Ну в данном случае как бы ничего критичного не случилось. Вот она ко мне попала. Конечно ржавенькая. Но вот еще до этого ее кто-то на станке получается пытался чистить. Давно. Судя по количеству ржавчины уже после станка. Вот. Ну с металлом ничего такого опасного не произошло. Как бы тесты все проходят замечательно. Вот. Бриться можно. Узенькая. Да. Но как бы она за счет этого и маневрена. Легче подлезть в разная зона лица при бритье. Вот. Ну в общем все. Я туда сегодня напишу. Там подъедете, заберете. Все готово.